пришло еще одно письмо на электронную почту от Юрия Вячеславовича коммуниста из Москвы рассказать почему между сейдо пропущена нота и между мифа получается не хватает двух нот фортепиано кто-то на них сэкономил или почему так получается в каждой октаве почему черных всего пять а не семь как белых я думаю в ближайшее время мы попробуем с вами эти несостыковки будут новые выпущены фортепиано рояли с достаточным количеством нот чтобы умеренная жизнь была потом он спрашивает Алексей как ты получил расскажи всей стране как ты получил новое фортепиано потому что вот человек пошел в Лондоне или где-то в Англии чиновнику на открытый прием который в России в связи с коронавирусом не ведут открытые приемы чиновники разных мастей некоторые законам положено не вести вообще не иметь диалога с населением и значит вот чиновник к чиновнику человек пришел и чиновник отказал ему якобы в получении заявки новая фортепиано музыкант и там случилось убийство во время приема спрашивает ли он правда это или нет я не знаю мертвого не спрашиваешь его убили как я могу сказать спросите за перезадайте этот вопрос руководству парламенту великобритании о палате лордов вы там уже говорили о союзе парламентов германии россии и других европейских европейского парламента задайте им этот вопрос я не знаю вот он спрашивает как я получил новое фортепиано я приложил у меня педаль не работала скрипела и вообще все но уже старая разваливалась поэтому я написал заявку заявлением приложил год выпуска документы на старое фортепиано приложил ссылку на youtube чем я занимаюсь музыкальным искусством приложил документы об образовании профессиональным музыкальным государственным диплом по окончании музыкальной школы заявлению понес его праву на имя главы права но прием не ведет ни предыдущий не этот и никто они занимаются там как раз вот все дороги разбиты миллиарды на иммигрантов вот все разрушено должно успеть не покататься они заняты работой поэтому я передал это заявление как личную просьбу вот на рассмотрение указал модели цену минимальную нового фортепиано которая стоит минимум двести девять тысяч не так давно я смотрел 8 месяц назад где-то столько стоило ну не отечественная отечественная стоит где-то минимум четыреста с лишним хотя бы импортная чтобы можно было продолжать заниматься музыкальным искусством и качественное записывать на качественном инструменте играть качественную музыку записывать некоторому 40 лет уже поэтому мне не отказали и естественно деньги в бюджете нашлись на новое фортепиано 209 тысяч музыканту это профессионально заниматься музыкальным искусством не так уж и много в отличие от смет миллиардных которые уходят на содержание мигрантов но правда перед этим мне пришлось через задний вход зайти в парламент а через понимать о чем я и там не омон пропустил я сказал что я иду к лидеру за визами к лидерам партии парламентских к Володину к Жириновскому к Зюганову к Миронову к каждому в кабинет постучался зашел все они были на своих рабочих местах поставили мне на этой которая на главу управы писал заявление своей визы о том что они не против то чтобы я получил новое фортепиано от государства и я его получил мне перезвонили на мобильный телефон и предложили провести его прям они заказали мне домой вот поэтому я теперь играю на новом фортепиано и вот он спрашивает на не стоит ли масштабировать этот проект для учащихся музыкальных школ чтобы как в советские времена была касса взаимопомощи с помощью государства чиновников можно было написать заявление в электронном виде или же в бумажном виде передать на имя главы управы чтобы он рассмотрел данное заявление если ученик учится в музыкальной школе и материальное положение семьи не позволяет купить ему дорогостоящий инструмент там или народный инструмент или баян аккордеон скрипку флейту людню или фортепиано чтобы ученик имел возможность по социальной программе получить этот инструмент нужно предоставить документ о том что ученик учится музыкальной школе ему необходим музыкальный инструмент гитары к примеру или контрабас опять же рояль конечно ему не купит никто ну в общем система такая нужно обратиться у брау и там деньги найдутся в бюджете или же деньги будут фиксированы на данные нужды запрошены в вышестоящих бюджетах города москвы в частности или в местных региональных бюджетах деньги на это на министерство культуры выделены и вы прекрасно знаете какие вы их озвучивали поэтому не мне вам говорить о возможности получения инструментов вам большое спасибо огромное за рассказ как это сделать для всей страны я считаю действительно это большой политический проект связанный с развитием музыкального искусства и завтра у нас появится гораздо больше классных композиторов музыкантов концертных залов людей которые более профессионально чем сейчас умеют играть на музыкальных инструментах все это улучшит нашу культуру и сознание будет развиваться в сфере искусства а не в сфере каких-то негативных моментов которые мы каждый день видим с экрана телевизора спасибо всего доброго Юрий Вячеславович удачи вам до скорых встреч